Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня О значимых городских, да и не только событий случилось немало Вот краткий анонс нашего сегодняшнего выпуска Храму Быть депутаты Рязанской гордумы утвердили изменения по территории парка морской славы Наркотикам нет, подвели итоги антинаркотической акции Музыкальный спектакль в преддверии Международного дня инвалидов чествовали людей с ограниченными возможностями Ну а теперь обо всем подробнее Сегодня окончательно решился вопрос о том, быть или не быть православному храму в парке морской славы Депутаты Рязанской городской думы утвердили перевод участка земли из зоны парковой в зону под застройку, где и расположится церковь Кстати, комиссия по публичным слушаниям рекомендовала администрации Рязани согласовать такой перевод еще в конце прошлой недели А сегодня и депутаты поддержали это решение На заседании Рязанской городской думы основным вопросом стало обсуждение изменений в генеральный план Рязани касательно территории парка морской славы в микрорайоне Конищева Напомним, что местные жители и ветераны флота выступили с инициативой построить храм в честь равноапостольного князя Владимира Святого и флотоводства Федора Ушакова На прошлой неделе состоялись публичные слушания, по результатам которых большинство участников поддержали изменения По плану под строительство двухэтажной церкви отводится участок в 1200 квадратных метров К территории парка морской славы, по информации администрации Рязани, присоединят гораздо больше участок земли примерно в 6000 квадратных метров и высадят около 400 деревьев Финансироваться работы по благоустройству будут как из бюджетных средств, так и на деньги благотворителей То, что касается территории непосредственно парка морской славы, то здесь будет проведена работа очень серьезная по улучшению благоустройства И действительно горожане получат то место, куда будут с удовольствием приходить и где все будет в комплексе То есть и морская тема, и храм-памятник, посвященный великому русскому флотоводцу Я считаю, что это необходимо, необходимо для города, необходимо и для этого района Согласно новой концепции развития, парк морской славы будет разделен на четыре зоны Мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную Депутаты, с учетом результатов публичных слушаний, утвердили изменения в генеральный план Рязани И, возможно, уже скоро в парке морской славы появится православный храм В честь святого князя Владимира и адмирала флота Федора Федоровича Ушакова Кстати, есть в народе мнение, что наличие храма в микрорайоне снижает там уровень преступности Мысль, конечно, не бесспорная Впрочем, согласно недавним исследованиям независимого рейтингового агентства А плюс Рязань оказалась одним из самых безопасных городов страны Исследование проходило в 37 городах с населением больше полумиллиона жителей по разным критериям Таким как экономика, социальная сфера, благоустройство, миграция По показателю безопасности населения анализировалось количество зарегистрированных преступлений в год В расчете на одну тысячу жителей В итоге самым безопасным городом России за 2014 год стала Рязань С показателем 7,8 преступлений в год на одну тысячу жителей В общем-то, такая статистика говорит о хорошей работе сотрудников полиции Например, рязанские оперативники госнаркоконтроля сообщили об итогах акции «Сообщи, где торгуют смертью» Только за последние две недели ноября им удалось изъять более 10 килограммов различных наркотиков В областном управлении наркоконтроля подвели итоги всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила в период с 17 по 28 ноября За время ее проведения на телефон горячей линии наркополиции поступило около 30 звонков от неравнодушных граждан Всего за время проведения операции сотрудники наркополиции изъяли 10 килограмм, 700 граммов различных наркотиков Это марихуана, героин и синтетические наркотики новых видов в большом количестве По фактам совершения преступлений, в основном это сбыт и хранение наркотиков, возбуждено 18 уголовных дел Поступающая от жителей области информация проверялась наркополицейскими Так, 26 ноября сотрудники Шиловского межрайонного отдела задержали 54-летнего жителя одного из близлежащих сел В прошлом мужчина уже был судим за хулиганство и другие преступления, а в местах заключения он провел в общей сложности почти 15 лет Мужчина, обладая достаточно агрессивным и неспокойным характером, держал в страхе всю округу В его доме было проведено обследование, там было обнаружено большое количество марихуана, которое хранилось в мешках, в наволочках, общей массой 2,5 килограмма Кроме того, как выяснилось, в ходе досмотра жилья мужчина является любителем незаконно поохотиться В его доме оперативники обнаружили незарегистрированное ружье, патроны и 6 банок пороха А забраконьерство и хранение огнестрельного оружия, как известно, наказание не менее суровое, чем захоронение и распространение наркотических средств А еще рязанские полицейские просят помочь им в поиске подозреваемых в краже денег с банковских карт Если кто-то узнал этих господ на фотографиях, то сотрудники полиции очень просят сообщить об их местонахождении по телефону 02 или 102, а также по номеру, который указан сейчас на экране 29 94 91 А теперь о другом. Завтра будет отмечаться Международный день инвалидов Проблемы, связанные с доступной средой и реабилитацией таких людей, стоит довольно остро Общество, кажется, вспоминает о человеке с ограниченными возможностями лишь во времена каких-либо памятных дат Однако попытка переломить такое отношение все-таки делается Сегодня в музыкальном театре награждали людей, которые своей жизнью доказали свою нужность обществу Более 20 лет назад, в 1992 году, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов В Рязани этот праздник отметили сегодня в областном музыкальном театре, где собрались люди с ограниченными возможностями Которые, несмотря на проблемы со здоровьем, живут полной жизнью, ведут активную общественную работу, принимают деятельное участие в жизни города Присутствующих в зале поздравили председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев И замглавы администрации Рязани Лариса Крахалева Я всем вам желаю здоровья, сберечь то, что есть на сегодняшний день Потому что мы, к сожалению, не приучены беречь свое здоровье Я желаю вам жить в любви и согласии с этим миром Желаю с оптимизмом смотреть только на линию горизонта и никогда под ноги Как бы тяжело передвигаться по этой жизни не было И еще желаю, чтобы добрых, хороших людей в этом мире было как можно больше И чтобы вы всегда были такими красивыми, как сегодня Потому что таких красивых лиц я уже давно не видела Заместитель председателя областного общества инвалидов Татьяна Дягилева выступила с ответным словом Мне хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня честовал нас с вами И, может быть, заверить их, что мы с вами как работали, так и будем работать И помогать всем тем, кто к нам обращается с любыми вопросами И с вопросами реабилитации, и юридические вопросы, и наши с вами досуги И от имени областной организации инвалидов Мне хочется поздравить вас всех с особым таким днем Когда нам с вами оказывают такое внимание И заметить, что мы и дальше будем Я надеюсь, долго с вами работать И помогать всем этим организациям Грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками От администрации города были отмечены люди, внесшие значительный вклад В такое важное и благое дело, как помощь людям с ограниченными возможностями А главным подарком для всех собравшихся в зале Стал музыкальный спектакль по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон» Жизнь инвалидов, к сожалению, всегда связана с системой здравоохранения Впрочем, насколько развит уровень медицины Отражается, конечно, и на абсолютно всех горожанах Сегодня исполняется 140 лет с момента создания Общества рязанских врачей В стенах Рязанского государственного медуниверситета Прошла научная конференция Общество рязанских врачей было организовано в далеком 1874 году В то время оно не просто объединило медиков нашего города Но и способствовало сообщению специальных научных и практических сведений В трудах общества получили разработку актуальные вопросы того времени В него входили видные ученые, чьи имена остались в истории Время шло, но и сегодня в общество рязанских врачей Как и много лет назад входят ученые и медики Которые продолжают вносить неоценимый вклад в развитие медицины на рязанской земле Именно им, их деятельности и деятельности их предшественников Была посвящена научно-практическая конференция Прошедшая в стенах Рязанского государственного медицинского университета Самое главное, что те устои, которые формировала русская отечественная медицинская школа Вот через то общество врачей, которое было, о котором вы сегодня послушаете Которого послушают наши молодые коллеги Она действительно сформировала великую отечественную школу врача Школу медицинского работника в целом Я не боюсь этого слова Лучше которой, я уверен, в мире нет Кто бы что ни говорил Мы лучше всех учим медицине И будем это дело продолжать В рамках конференции состоялась церемония награждения На ней заместитель министра здравоохранения Олег Митин Поздравил лучших специалистов университета А также вручил им благодарности и почетные знаки От губернатора Рязанской области Хочется верить, что мы будем отмечать и 150-летие И дальнейшие юбилеи Ну а значимое, естественно оно значимое То есть мы всегда пропагандируем нашу профессию Мы хотим, чтобы звание врач Всегда занимало свою достойную нишу В профессиях, которые оказывают помощь нашему населению И мы всегда готовы популяризировать нашу специальность Ну и хочется сказать всем, кто организовывал мероприятие Кто участвует в этом мероприятии Огромное спасибо Гостями и докладчиками конференции стали сегодняшние члены Областного научного медицинского общества терапевтов Профессора, кандидаты медицинских наук А также будущие врачи Которым без сомнений информация Изложенная на конференции не только интересна Но и важна для дальнейшей деятельности Лишь одно омрачило этот праздничный для всех медиков день В ночь на 1 декабря умер заслуженный врач Российской Федерации Павел Швальб Память о нем коллеги почтили минутой молчания С рязанской медициной связано и трагическое событие Вчера скончался почетный гражданин Рязани, заслуженный врач России Заведующий Центром сосудистой хирургии Рязанского областного клинического кардиологического диспансера Павел Григорьевич Швальб Панихида проходила в медуниверситете 1 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни Заведующий Центром сосудистой хирургии областного кардиологического диспансера Доктор медицинских наук Заслуженный врач Российской Федерации Профессор, почетный гражданин Рязани Павел Григорьевич Швальб Сегодня в стенах медицинского госуниверситета состоялась траурная панихида Павел Григорьевич был всегда победитель Он побеждал, ставив перед собой огромные большие задачи Добиваясь их решения Побеждая недуги И он победителем и остался Он остался победителем, потому что мы будем всегда знать и помнить Что то, что он сделал, это бесценно для всех для нас Для учеников, для последователей, для той школы, которую он создал Мы будем всегда помнить его в стенах университета И будут помнить огромное количество пациентов Это удивительно, огромная культура, интеллекта человека Огромных знаний и огромной человеческой скромности Которая никогда это не выпячивала, никогда это не излишне демонстрировала Очень горько сейчас Очень хочется выразить большие соболезнования Семьи, со всем небесным, Бавел Григорьевич Спите спокойно, мы будем помнить и будем знать, что мы должны делать И должны продолжать то дело, которое начали и столь достойно выполняли вы всю свою жизнь Все регалии Павла Швальба перечислить не так уж и просто Павел Григорьевич внес весомый вклад в развитие медицины нашего региона Он был учителем и наставником многих именитых специалистов Павел Швальб был известен не только в Рязани, но и далеко за ее пределами На протяжении нескольких десятилетий он возглавлял специализированную службу по диагностике и лечению заболеваний сосудистого профиля При областном клиническом кардиологическом диспансере Также по его инициативе при кардиодиспансере была открыта единственная в Рязани кафедра ангиологии и сосудистой хирургии Он прожил достойную жизнь, его кончина – огромные потери для всего региона и для страны Наша телекомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Григорьевича Это был завершающий нашу информационную программу материал Далее в эфире программа подробностей Гостем студии стал председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев В студии речь пойдет о решениях депутатов, принятых на сегодняшнем заседании А на сегодня это все и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова